В эфире OU Radio. Здравствуйте. Такой внеочередной эфир у нас на OU Radio. Размышляю я и думаю, что будем делиться этими размышлениями. Так уж повелось. Мы считаем, что обращаясь к боли клиента, даже это появилось в сейлс-словарике, обращаясь к боли клиента и решая вопрос с этой болью, ты достигаешь результата. Так построены воронки продаж в маркетинге. Нужно обязательно вычислить целевую аудиторию, обязательно вычислить, что у нее болит. И ответив на вопрос, что у нее болит, точнее предоставив продукт или услугу, который решает вопрос с этой боли, то есть снижает порог. Тем самым ты выигрываешь как бизнес, как проект, как команда. Для меня это спорное утверждение по одной простой причине. Я всегда ориентировался на позитивную психологию. Тем не менее, может быть, у вас не сложилось впечатление, что я позитивный человек. Возможно, я слишком много думаю, но все-таки для меня уже очень много-много лет основным критерием моего движения и вектор того, куда я двигаюсь, является человеческая страсть. Страсть к тому, что мы с вами делаем, страсть к тому, зачем мы то или иное совершаем, страсть к тому, что объясняет, почему мы столько времени и финансов вкладываем в какое-то одно конкретное дело, независимо от тех результатов, которые внешне проявлены. Ведь, согласитесь, независимо от тех метрик, которыми мы измеряем успешность нашего проекта, цифровых метрик, конечно, о которых твердят несколько сразу наук, современного менеджмента и бизнес-анализа, независимо от этого мы очень сильно доверяем собственным чувствам, доверяем своей интуиции. Ну или не доверяем, но сегодня тем не об этом. Так вот, когда мы доверяем, вот есть это неощутимое в воздухе ощущение вознаграждения за тот труд, иногда титанический, который мы прикладываем, чтобы достигнуть результата. Более того, вот эти result-oriented people так долго находятся в процессе иногда, что им приходится вновь и вновь и вновь и вновь переписывать свои планы, для того, чтобы понять, где же тот промежуточный результат, который определит, во-первых, качество процесса, а во-вторых, определит, в верном ли направлении вы двигаетесь. Тут, конечно, еще одна тема выступает, которая сегодня не является нашей главной. Верное направление. Это кто определяет? Клиент? Команда? Или это рассудят потомки после вашей смерти? Ну, оставим. В общем, для меня важным фокусом является страсть человека, команды к тому, что он делает. И ориентируясь на это неощутимое, но постоянно находящееся в нашей жизни чувство любви к тому, что мы творим, и это единственное мерило, по которому мы можем понять, что мы на том месте, где мы хотели находиться, иногда с детства, и что мы достойны, и у нас серьезная репутация, и мы счастливые люди, и даже если иногда мы этого за скопом задач не замечаем. И сегодняшний разговор, вот исходя из того, я тут обложился книгами по этой теме сегодня, я с книгами работаю обычно именно так, мне нравится разговаривать с их авторами, чаще всего они живы, современная литература, иногда они уже умерли, но что-то отправили нам по наследству. В общем, мне интересно, что должен человек делать, если среда вокруг всячески убеждает его, что ты это делать не должен. И другая формулировка. Как продолжить любить свое дело, свой бизнес, свое ремесло, убедиться в том, что ты талантлив в том-то, и продолжать наращивать мастерство по пути к этому таланту, чтобы создать то уникальное изделие, ради которого ты явился на свет. Если среда вокруг максимально агрессивна, то буквально все вокруг говорит тебе, остановись, пойди в комфортную среду, сделай что-то, что, может быть, ты не любишь, но получи быстрый результат. Большие деньги. Признание большого числа людей. Любовь. Некого близкого, важного для тебя круга лиц. физическое удовольствия. То есть то, что является результатом для человека, в общем-то, понятным. Человек, который, даже если мы возьмем очень интеллектуального, конечно, всегда подстерегает какие-то такие моменты, где ему говорят, слушай, откажись от того, что ты делаешь очень сложное. и вот здесь рядышком буквально ничего ты не потеряешь, если ты сделаешь одной левой что-то, что принесет тебе огромный доход, вот это самое признание или любимой женщине будет понятно то, что ты делаешь, и она вознаградит тебя в ответ своей любовью. Слушайте, ну вот таких вопросов-то не так много на свете. Я не предлагаю вам думать о смысле жизни. Я думаю, что с этим вы определились или определитесь в ближайшее время. А вот что делать с этой самой агрессивной средой? Вот это тема, которая волнует не только меня, многих совершенно далеких от меня, да и близких тоже друзей, людей, которые занимаются своими бизнесами, людей, которые строят свои компании, людей, которые построили свои компании и открывают сейчас новые проекты, людей, которые экспериментируют, людей, которые ищут иногда с ужасом в глазах талантливых ребят себе в команду, людей, которые пытаются понять, что им делать с кассовыми разрывами, людей, которые не обязательно являющиеся суперталантливыми в change management, тем не менее имеют дело с этими изменениями, вынуждены на них реагировать, неважно, законодательство это или на лодоговый кодекс. Мы бы хотели, мы это команда единомышленников, которая развивает хаб, если вы в курсе, мы строим хаб для гениев, для выдающихся людей современности, мы для себя отвечаем на вопрос, первый, что для нашей рабочей группы, для нашей управляющей команды является самым главным, что оставляет нас верить в то, что мы делаем, оставляет нас, несмотря на то, что среда вокруг максимально агрессивная, причем чем больше мы ставим себе вызовы, тем жестче вокруг нас, тем агрессивнее среда, тем больше задач валится, иногда очень неожиданно, десятками сыпятся задачи, которые необходимо решить прямо сегодня, прямо сейчас. И другие, может быть, менее сильные люди, конечно, отказались бы от того, что мы себе поставили как цель. Цель, согласитесь, трудная. Создать пространство, которое отвечало бы на запросы гениальных людей из разных индустрий, из разных сфер. То есть приходит человек, переступает порог некого пространства, и бац, здесь находятся все возможные инструменты для того, чтобы он мог творить, для того, чтобы он мог десятикратно увеличить скорость достижения результата. Мог встретить людей, которые ему близки, мог встретить менторов, которые дадут ему необходимую экспертизу, мог найти для себя уголок, где он мог бы совершенно спокойно в лаборатории позаниматься прототипированием. Он мог бы найти в календаре необходимые ему ивенты, события, которые дадут ему образование. Он мог бы встретиться с необходимыми инвесторами, в нашем случае умными инвесторами, которые понимают, чем занимается человек, готовы играть в долгую, готовы рисковать, понимая, что, возможно, этот проект будет провальный, но инвестировать тем не менее. И для этого не требуется ему плясать, как клоуну на ряде конференций, для того, чтобы привлечь незнакомых людей. В общем, подобная среда, которую мы создаем, проект сложный, многогранный. И задача, стоящая перед командой, конечно, пространство не просто создать, а удерживать его многие-многие годы. А вторая задача, которая стоит перед нами, и мы вроде как пришли к тому, что мы открываем целую рубрику, где мы будем отвечать на вопрос, начатый Хоровицем в его книге «Hard things about hard things» или в русском переводе «легко не будет», где очень искренне автор рассказал о своем пути как предпринимателя, о своем пути как силу. На протяжении многих десятилетий, набивая шишки, в итоге этот человек является одним из самых успешных инвесторов, одним из самых успешных адвайзеров, многих-многих-многих бизнесов. Спасибо ему огромное за то, что он вообще в этом мире сделал. Так вот этот «Hard things about hard things» похоже, что это тема нашей следующей подрубрики, об этом я сегодня глубоко размышляю. Мне бы хотелось ответить на этот второй вопрос, все-таки доформулирую. Что для вас является мотивирующим, если вы вокруг себя в своем деле видите максимально агрессивную среду? Как не отвлекаться от этой любви, страсти к своему делу на решение рутинных, оперативных, ежедневных задач? Как совмещать труд с командой и отдых в уединении, которые вы наверняка любите? Как не падать без задних ног и ночевать, очень спокойно погружаться и видеть красивые сны, а утром просыпаться с любовью и желанием жить свой следующий день? Как понимать, что ты не теряешь время? А вот вспомнилась строчка «Мои года, мое богатство». Но не потом, а прямо сейчас понимаешь, что вот сейчас, то время, которое вы живете, действительно потрясающая инвестиция в то, кто вы есть. И это есть репутация. То, как вы проживаете каждый день. Ну, вот я сейчас обращусь к своим записям. Так, в общем, принято повелось, что когда кто-то выходит в эфир, желательно, чтобы у него была какая-то личная история. У меня этих личных историй очень много. И периодически у меня только с крайности в крайность. то я очень сильно и искренне делюсь тем, что действительно касается именно меня, то я крайне скрытен. Часто не выхожу в эфир и не рассказываю. Сегодня я записал, что меня искренне воодушевляет. Меня искренне воодушевляет дизайн мышления. У самых разных людей я нахожу общее и с ними общаюсь. Это дизайн мышления. То есть буквально, как я это понимаю, это способность долго. Очень долго. Дорого. Весьма дорого. Всесторонне, дотошно, тщательно, глубоко исследовать проблему. Исследовать до тех пор, пока формулировка проблемы не станет такой ясной, что захочется эту проблему решать. Но это не означает теоретизирование. Наоборот, это означает регулярный труд, практику применение еще несовершенных инструментов. Тут важно. Понятно, что пока мы прототипируем, мы получаем негативную обратную связь. Мы теряем время, мы теряем энергию, теряем деньги, мы теряем людей. Поверьте, это в моем опыте самая болезненная потеря людей. Где я к этому еще вернусь? Но мы не теряем веру и страсть. Я не теряю ни веру, ни страсть. Уже третий десяток лет я продолжаю двигаться по одному и тому же пути. Я хочу построить пространство, в котором гениальные люди смогут найти себя и смогут создать гениальный продукт. И когда мы все умираем, пространство живет и является очень верным для масштабирования четко описанным, с параметрами, с метриками, пространством, моделью, которую вы можете повторить самостоятельно. Это открытый источник данных. Можете повторить самостоятельно, если вы желаете подобное пространство построить. Это моя цель. И третий десяток лет я к ней иду. Итак, я считаю, что многие из нас, из вас, сталкиваются с проблемой, как, имея такое страстное желание, что может идти третий, четвертый, пятый, десяток лет, но как таковых результатов, ну, по крайней мере, тех, которые вы видите в своей голове как результат, вы не видите. Как при этом отслеживать промежуточные результаты? Вот как мне делать любимое дело, если все вокруг против, вот того глобального результата нет, а промежуточные результаты я праздновать не умею. Но они же промежуточные. Я человек увидел, двинулся дальше быстро, потому что если остановлюсь, тут навалится еще 20 задач, которые нужно решать. то есть у меня нет возможности даже отпраздновать промежуточные результаты. Хотя, конечно, все психологи, лайфкоучи твердят о том, что, слушай, ну, вознаграждай себя за промежуточные результаты. Друзья мои, на вознаграждение сейчас денег нет, времени тем более. Поэтому по пути к этому глобальному результату я постоянно себе отвечаю на вопрос, ради чего, во имя чего я это делаю. Второй момент. С кем я это делаю? У меня удивительное открытие сегодня было. Мы общались с нашей командой управляющей и друзьями. Мы сегодня, кстати, делали эфир перед тем вот в этой же студии, который мы считаем неудачным, и вам показывать его не будем, но он очень многому нас научил. Мы сегодня поняли, что мы бы хотели создать настолько интеллектуальное радио, при этом остроумное, что мы готовы пожертвовать девятью из десяти эфиров, чтобы действительно дать пространству медийному, принести пользу. Слушайте, ну вот ради чего мы будем девять эфиров писать, а если кто-нибудь из вас сталкивался с подготовкой эфиров, это огромный труд, вот девять, мы заранее понимаем, что может быть насмарку. Ради этого десятого, которым мы будем довольны. Как следствие, мы ожидаем и вы. Когда и в чем мы получим вознаграждение, если мы каждый из нас понимаем, что мы двигаемся десятилетиями к своему вот этому результату. И у меня вопрос, что достанется тем друзьям, которые сейчас рядом со мной. «Но ведь это моя цель, я ее себе поставил энное количество лет назад. Я так не двигаюсь, мне тяжело, но я к ней двигаюсь, потому что люблю. А что я достигну результата и получу вот это вознаграждение, оно действительно будет для меня вау. «Фух, я это сделал, и потом я смогу перейти к следующему проекту или к масштабированию этого, но это тоже не сейчас». Что достанется тем друзьям, которые сейчас рядом со мной? И еще более важный вопрос. Что достанется тем, кто уже был со мной долгое время, устал, отказался, некоторые поссорились, некоторые разочаровались и просто исчезли. Они что получат, когда я достигну результата, ради которого они со мной шли месяцы или годы? Эти люди. Что для них? Вот смотрите, как среда убивает время, убивает финансы. убивает людей в нашей жизни. Ради чего мы продолжаем это движение. Ну и к финалу я вот обращусь к записям. Это получается, четыре месяца назад я переписал то, что написано было до того в 2009 году. Это того рождалось в течение семи лет. Мы верим, что для реализации бизнес-идеи важна богатая культурная среда. Культурная среда позволяет мне сейчас говорить с вами вот, например, в этом формате. Подозреваю, что если бы я находился в формате жесткого бизнеса, подобного бы формата диалога просто бы не случилось. Или монолога, если вы не желаете отвечать на мое к вам приглашение. Но вопрос богатой культурной среды, в которой я могу позволить себе так размышлять, могу позволить себе не давать вам совета сегодня, а рассказывать искренне о той проблеме, которая волнует меня. И я абсолютно уверен, волнует также и вас. Это возможно только в богатой культурной среде. Поэтому мы верим, что для реализации бизнес-идеи важна богатая культурная среда. Мы основали и управляем пространством, где встречаются, создают и отдыхают выдающиеся умы. Правда, мы отдыхаем. Можете приехать и проверить. Поэтому в хабе равнозначны цены. Зоны для труда, зоны для спорта, зоны для образования и для отдыха. Ну а еще мы любим театр. Спасибо. Я сегодня остановлюсь. И я надеюсь, что мне удалось открыть некое новое пространство для нашего диалога и удалось анонсировать новый подкаст. Hard things about hard things. Друзья, я желаю вам счастья искренне и давайте жить дружно и верить в то, что мы на самом доделе любим. До встречи. OU Radio People Business Education субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok